Если вы давно подписаны на мой канал, то наверняка знаете, что один из блокчейнов, за которым я активно слежу активнее всех, является децентрализованный суд Клирос. На мой взгляд, это действительно уникальный и важный проект, который может приносить реальную пользу крипто-сообществу и не только ему, и который при этом не концентрируется только на одних лишь мыслях о заработке. И в моем новом видео, посвященном Клирос, я хотел бы разобрать несколько важных новостей, которые произошли с данным проектом за последний месяц. Начать хотелось бы с продолжения темы, которую я освещал в прошлом видео, выходившем в начале августа. Запуск суда Клирос в сети X-DyChain. Решение второго уровня для сети Ethereum. Как недавно стало известно, помимо простого повышения масштабируемости и снижения комиссий, данное решение позволяет еще и увеличить функционал суда Клирос. Ведь при отсутствии высокой платы за газ в суде Клирос на X-DyChain появляется система Comet & Reval, которая позволяет ввести систему скрытых голосов при подаче апелляции в Клирос. Причем важно отметить, что добавление данной функции было инициировано и одобрено самим сообществом путем проведения голосования. Однако помимо запуска на X-DyChain и основной суд Клирос стал ближе к повышению своей масштабируемости. Ведь в середине августа команда анонсировала запуск второй сети Клирос Курт, который позволит существенно повысить пропускную способность протокола Клирос, а также расширить его функционал. Точные данные пока не разглашаются, однако в данный момент команда уже проводит набор тестировщиков для новой версии суда, выход которой запланирован на конец 2021-начало 2022 года. Но помимо повышения масштабируемости, не стоит забывать и о безопасности. Недавно стало известно о коллаборации проекта Клирос с децентрализованным протоколом Heads Finance. Heads Finance это своего рода пул вознаграждений для белых хакеров. Любой пентенстер или даже злоумышленник, который сумеет найти критическую уязвимость в протоколе, имеющемся в базе Heads Finance, сможет сообщить об этом представителям проекта и получить награду. И теперь Клирос также является частью проекта Heads Finance, в котором теперь имеется специальный пул наград на 200 тысяч долларов токенами ПНК, которые смогут получить люди, сумеющие найти уязвимость продукта Клирос. Помимо этого, наградой им станут также эксклюзивные NFT-токены, созданные в виде экземпляров для поддержки благородных хакеров. Еще одной важной новостью является запуск новой программы от Клирос. Теперь проект будет на регулярной основе проводить инкубацию молодых команд и стартапов, которые захотят сотрудничать с Клирос и использовать их наработки в своих проектах. Инкубация будет включать в себя выделение финансирования, а также проведение 12-недельного семинара, в ходе которого будет проходить обучение команд основам разработки Web3 приложений. Первый раунд программы инкубации должен будет пройти в одном из кворкингов столицы Португалии с 18 октября 2021 года по 17 января 2022. И напоследок хотелось бы рассказать и про парочку новостей, связанных с токеном PNK. У данного проекта пополнился и без того внушительный список бирж, на которых он торгуется. И теперь пользователи Клирос могут приобрести PNK на платформах Paraswap и Guardian. Причем если Paraswap является децентрализованной биржей, где токены PNK можно приобретать за Ethereum и ERC20 токены, то вот Guardian это криптофиатный обменник, на котором токены PNK доступны для покупки напрямую за евро и турецкую лиру. Что безусловно имеет большой плюс для PNK. Ведь команда проекта Клирос активно продвигает свой проект и среди не блокчейн аудитории, желая, чтобы решения суда Клирос использовали и централизованные компании. А теперь с возможностью покупки PNK за фиат это станет делать еще проще. Ну а на этом мой короткий новостной выпуск подходит к концу. Обязательно подписывайтесь на мой канал, потому что в будущем я буду выпускать еще видео о проекте Клирос. Жирных помиксов и до новых встреч!